Снервованность, перелик, стресс, снова вспомнилась, что сердце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидкая допомога вашему сердцу. Вот так вот нас *** выжигают. Птичка над полкой летит, камикадзе, и раскидывает какое-то сжигающее вещество. И сейчас сама упадет потом. Огнедышащие дроны стали массово применяться против путинских нацистов. Вооруженные силы Украины начали использовать на фронте беспилотники, которые сбрасывают на позиции противника термитную смесь и дистанционно ее поджигают. А нашу сапогу поджигают? Ломовскую? Ломовскую, да. Вот-вот-вот полетел. Кто летит? Наверх. Или к нам. Смесь имеет температуру горения более 2500 градусов Цельсия. В ней используются оксиды алюминия, железа, никеля, хрома или вольфрама. От целей после этого почти ничего не остается. Прожигается даже металл. Вот весь инженерный инструмент сгорел. Все поплавило. Вот кухня. Вон мотоцикл установил. Вон холодильники. Ну все, все, короче, под ноги. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Рашистские пропагандисты, как обычно, поспешили присвоить разработку себе, но вскоре удалили свои публикации. Вот такое ощущение. Конкретно. Куда ни кинешь, все, думай, не умехи. Конкретно. Беспилотник с зарядом термитной смеси выглядит как летающий огнемет. Его официальное название неизвестно и не ясно, есть ли оно уже. В народе новое оружие прозвали «дрон-дракон». Его главное назначение – демаскировать позицию противника. Когда полностью выжжена лесопосадка, раскрывается сама по себе позиция. Известно, где находятся и огневые точки, где находятся все эти перерытые фортификационные сооружения противника. И тогда уже туда высокоточно начинают работать ударные дроны. Либо FPV-дроны ударного типа, либо FPV-дроны с РЗАС-бомбардировщики, либо начинает работать артиллерия. То есть предназначение FPV-дрона с термитной боевой частью дрона-дракона, она заключается именно в выжигании маскировочных элементов, природных маскировочных элементов в виде природной растительности. Если тем более оно попадает на элементы снаряжения, которые имеют пороховой заряд, но опять-таки это могут быть разного рода, это могут быть и гранаты, это могут быть и боеприпасы и так далее и тому подобное, то это только лишь усиливает данный эффект. Это не означает, что данный дрон, он просто выжигает все вокруг вместе с позициями. Нет. Как раз подразделения, находящиеся внутри позиции, в блиндаже, например, они как раз защищены. Вокруг них бушует пожар, и максимум, что-то может с ними случиться, это удушье от именно дыма. Издание Бильд пишет, что украинские военные еще в 23-м году задумались о том, чтобы применить термитную смесь вместе с беспилотниками. По их расчетам, в стандартный FPV-дрон можно поместить полкилограмма горючей смеси. Судя по видео, огненный дождь длится около 20 секунд. За это время выжигается лесополоса длиной примерно 100 метров. Одного такого заряда хватает на лесопосадку, чтобы выжечь, чтобы поджечь. В принципе, может использоваться 2-3 и более FPV-дронов, чтобы иметь гарантированный эффект. В целом, опять-таки, средняя дальность полета – это 5 километров. Довольно-таки дешевый способ решения проблемы. Проблемы ранее. Такая проблематика решалась в размещении российских подразделений использованием кассетных боеприпасов, кассетных снарядов для арт-систем. Химическая реакция в горючей смеси запускается с помощью дистанционного управления непосредственно при заходе на цель. Поджигай. Еще одно прозвище нового дрона – «Змей-Горыныч». Видимо, по аналогии с «Бабой-Ягой». Так россияне называют один из видов ударных дронов. Мы на самом деле являемся свидетелями только недавнего. Ну, я имею в виду, если опираться на открытые источники, то совсем недавно засветились такого рода беспилотные летательные аппараты, пролетая непосредственно над позициями, в частности над посадками. А очень часто, если не сказать множество случаев позиций сторон в войне располагаются именно в посадках. И вот так вот вдоль посадки поливают огнем в буквальном смысле. Выглядит это безусловно эффектно. Кое-где, если вот это пламя, буквально, это термитная смесь зажигательная, если удается зацепиться, что называется, может быть нанесен серьезный ущерб. Что-то детонирует, что-то запылает. И в любом случае это выглядит довольно эффектно с точки зрения психологического воздействия. В общем, случаи бывают разные. И, возможно, в некоторых случаях это вполне эффективно. Здесь стоит ожидать отзывов. По крайней мере, выглядит впечатляюще. Не знаю, как это действует на обороняющихся. Рано пока делать выводы. Но в тех случаях, когда вот эта вот смесь и вот этот огонь, который падает с неба в буквальном смысле, зацепляется за что-то важное, эффект может быть не только психологически. Подождем отзывов. Причем отзывов с обеих сторон. Интересно, как это будет работать и будет ли работать эффективнее, чем обычные дроны ударные в случае, например, ударов по каким-то объектам территории России, нефтеперерабатывающих заводов, где находятся горюче-смазочные материалы в том числе, или каких-то других военных объектов. Все-таки это FPV-дроны, которые действуют именно так, потому что управляющий видит, куда он поливает взрывчаткой. Когда речь идет о дальних ударах по территории России, принцип действия другой, там дроны сами взрываются, ударившись от цель и наведение по GPS инерциальному наведению. То есть это не когда оператор видит, и, соответственно, такая поливка пламени нерелевантна на дальних расстояниях, как правило. Тревожно. Особо тревожно. Тревожно. Но реально тревожно. Самая ожесточенная битва на фронте проходит в поселке Усть-Абакана, где отец и мать-освободителя сражаются за гробовые. Наталья Олейникова все свои силы направила на борьбу с бывшим мужем, отцом ее погибшего ребенка. Ему просто надо напокосить ее в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобиле. Он ее на нее претендует, на наследство хочет вступать. А это память о моем сыне. Он при гибели, перед тем, как, видимо, чувствовал, что погибнет, и позвонил и сказал, сохраните машину, сохраните. Сыновей еще нарожайте. А вот Тойота? Тойота из России официально ушла. Богдану в этом году должно было исполниться 27. Он служил в Сирии, участвовал в специальной военной операции на Украине. В отпуск приезжал в родное село Усть-Абакан, но этим летом из очередной командировки не вернулся. Стабильность – это когда в Россию не вернулась Тойота, а потом не вернулся Богдан. Здравствуйте, что есть до 500 тысяч? Да большой выбор Пола, Рио, Солярисы. Здравствуйте, что есть до 500 тысяч? До 500? Есть два варианта. Есть вариант двухосный, есть одноосный. О, шедевр путинских пропагандистов. Бабуль, да? Что надо сказать? Грузовый телепрессор? Монитарная докумова. Какие вы освободители? У деревни расстреляли. Не нужно мне от вас. Уходите, уходите. Я уже столько насмотрелась. Мне терять нечего. Собирайтесь, забирайтесь. Уходите. Все равно победа будет за нами. Увидел бы это Станиславский. Станиславский сказал бы, а что так можно было? Мародерам из так называемой второй армии мира абсолютно все равно, чьи дома обставлять и чье имущество разворовывать. Вчера они делали это в Буче, а уже сегодня в Белгороде. Местные жители возмущаются. Говорят, что они им помогали с первых дней войны. А теперь российские солдаты освобождают их от квадроциклов и жрут краденую тушенку. Вот это действительно по-русски. Мы сейчас в ИП-шниках, мы сейчас в русалке позвоним. Хочу сюда еду. Давайте назад носите. Квадрик, блядь, назад гони. Вы че, блин, вообще? Мы, суп, нам помогаем, блядь, с первых дней. Вы че делаете, блядь, а? Ну не стыдно вам, блядь. Как вам, блядь, не стыдно, сука? Вон, квадрик выгнали, блядь, все, повыгребали нахер. О, сука, тушенки нету, сука, голодаете или что, блядь? Бессовестные, блядь. И в хату залезли, прикинь, в хате еще повытягивали, блядь. Это российская наша армия, наши защитники. Нет слов. Даже мелочи не врезают. Это Россия! Как выяснилось, основную опасность в Курской области для местного населения представляет совсем не ВСУ. И не поверите, даже на данном этапе не российская авиация, а российские солдаты. Да-да, те самые бравые парни, герои СВО и так далее, которые, пользуясь случаем, просто обносят дома, обносят магазины и все, что им под руку попадается. Огромное количество жителей Курской области отказывается от эвакуации по одной единственной причине. Потому что они боятся, что их имущество будет разграблено российскими солдатами. Какие громкие слова, Майкл, скажете мне вы. У тебя есть чем это подтвердить? Безусловно, у меня есть чем это подтвердить. И сегодня я расскажу вам, что делают российские солдаты на территории Курской области. Грабят, воруют, взламывают дома. Помимо этого, местные ТРОшники стреляют по мирным гражданам с перепуга, а также раздевают волонтерок. Обосновывая это тем, что они подозревают в них украинских снайперов. Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Надежные, проверенные делом, достойные люди. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить России. Во-первых, есть видеосвидетельства, которые просто фиксируют поведение российских солдат на камеру. И как раз сегодня я получил еще одно от местных жителей. Они показывают, как в населенном пункте Коренева российский солдат заходит в магазин и просто начинает там воровать. Он, судя по всему, думал, что из-за того, что свет есть не везде, камеры не работают. Но это не так. Камеры работали и запечатлели нашего героя. Ну, до этого вы видели еще несколько случаев, когда российские солдаты просто были пойманы на камеру. То же самое говорят и жители прифронтовых городов и сел Курской области. И что они не хотят эвакуироваться в более безопасные места, опасаясь в том числе и того, что их дома разграбят российские живые наслужащие. На мародерство в прифронтовых территориях люди жалуются очень осторожно, боясь обвинений в дискредитации армии. Русская служба ББС поговорила с несколькими пострадавшими. Судя по тому, что статья не подписана, это значит, действительно это делает человек изнутри России и даже изнутри Курской области. У Андрея из Москвы, имя его изменено по соображениям безопасности, при граничном Глушково Курской области до недавнего времени проживала теща. И после ее смерти там остался жить брат его жены. Я 18 августа въехал в Глушково уже по дырявому от Хаймерсов мосту. Спросил у военных, сколько у меня есть времени на выезд. Они на меня посмотрели взглядом удивленным и сказали, что могу хоть вообще не уезжать, рассказывает он. После того, как украинская армия заняла суджу, авиация разрушила мосты через реку Сейм, Глушковский район оказался фактически отрезан от Большой России. Сохраняется угроза того, что его займет ВСУ. Тем не менее, местные жители не спешат эвакуироваться на более безопасной территории, говорит Андрей. Я объехал весь поселок, людей очень много, собаки лают, куры голодные кудахчут, окна магазинов разбиты, никакой эвакуации не было. В первую очередь оттуда свалило все руководство, описывает ситуацию в поселке. Официальные власти дают разные данные о количестве покинувших свои дома жителей. Вице-премьер Денис Мантура заявлял, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек. А в Рио губернатор Алексей Смирнов на совещании с президентом Путиным рассказывал уже о 133 тысячах эвакуированных. На расхождение обратила внимание журналистка Фаридарь Устамова. Местные жители не хотят бросать свое хозяйство и имущество, не планируют покидать Глушкова и брат жены Андрея, чтобы все оставленное не было разграблено. На вопрос, почему военные не борются с мародерством, Андрей отвечает. Хороший вопрос. Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством? Затем уточняет. Я никогда не распространяю украинскую пропаганду, но точно знаю даже те магазины, которые ограбили военных. 23 августа телеграм-канал Пепел Курск опубликовал видеозапись, на которой трое российских военнослужащих грабят склад Вайлдберес в селе Званая Глушковского района. Несколькими днями ранее двое военных из Чеченской республики ограбили магазин сотовой связи «Мегафон» в самом Глушково. Известный Z-блогер Роман Алёхин, назначенный недавно советником в Рио губернатора Курской области Алексея Смирнова, утверждал тогда, что виновных оперативно нашли и задержали, а также предлагал радикально решать проблему мародерства. «Обращусь ко всем мутакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в пригранище, которое с первых дней СВО готовило ей еду, одевало, обувало, мыло и стирало для военных. Вы кончили, блядь, единственная мера для вас — это смерть», — написал он в своем телеграм-канале. Однако уже на следующие этапы мародерства и в Вайлдберес, и то, что происходит в Корнево, никто из Z-пабликов не реагировал. Да и тех, кто в Глушково выносил салон сотовой связи, никто не показывал, никто не демонстрировал, что с ними что-то случилось, или что их как-то наказали, или что их даже арестовали. Нет, все это осталось абсолютно не случившимся. Типичный пост в пабликах российских приграничных населенных пунктах выглядит сейчас так. Новости Теткина, 25 августа, 15.03. Пожалуй, стадонимно, возник такой вопрос, наверняка волнующий всех, кто не по своей воле покинул дома, оставив все там. Для чего объявлен режим КТО? Для того, чтобы все мародерство осталось безнаказанным? Для того, чтобы не снабжать парней всем необходимым? Пока не представляю, насколько сильно причинен ущерб дому в поселке Теткино, и что вынесли из моего дома, но понимаю одно, что оставлять это так нельзя. Пока предлагаю составить петицию с конкретным содержанием всего того беспредела, который пришел в наши дома. Требовать возмещения нанесенного ущерба. Чем больше об этом будут писать и говорить, тем больше шансов быть услышанными. Хотя о чем я? Но оставлять это просто так нельзя. Пишет в этом паблике. Это не единственное сообщение, посвященное, собственно, мародерству в Курской области. Комментаторы делятся на две группы. Одни обвиняют авторов постов о мародерстве в работе на украинское ЦПСО. Ну, так раньше называли конкретный центр, а сейчас называют любую информационно-психологические операции. Это сейчас как бы нарицательное уже имя в российских провоенных телеграм-каналах. Пользователи также интересуются, почему сообщения анонимные. Другие отвечают им, что в наше время писать что-то опасно для здоровья. В пабликах жители рассказывают о случаях мародерства в соседних населенных пунктах. Ржаве, Мордоке, Высоком. Люди жалуются, что при попытках заявить о мародерстве в полицию получают оттуда ответы. Невозможно доказать, что их дома вскрыли именно военные, а не они сами или, например, их соседи. Один из жителей поселка Коренево Курской области начал собирать соседей фото и видео свидетельства о граблении их домов, чтобы попробовать потом подать коллективный иск о потере имущества. Адреса, на которых мародерство происходило. Большое Солдатское, Коренево, Глушково. Мы пытаемся выходить на серьезных людей, чтобы как-то решить этот вопрос. Рассказал он русской службе BBC и из соображения безопасности он просил не называть его имени. На вопрос, не боится ли он обвинений в дискредитации армии, собеседник BBC ответил. Я так понимаю, высшие военные чины хотят все это переквалифицировать. Говорят, что будут на соседей скидывать, что это они этой херней занимались и ушли. Либо на украинцев будут сваливать. Тут нет никакой дискредитации. Если кто-то снял фото и видео, как этим занимаются военные, я просто сообщу о фактах, что там происходит. Есть и пострадавшие, которые опасаются, что жалобы на военных могут привести именно к таким последствиям. Я патриот своей родины, никому ничего говорить не собираюсь, написала BBC одна из женщин, ранее жаловавшаяся в городском паблике на то, что ее дом в ее отсутствии взломали. А жительница села Калычевка Курской области ответила так. Приезжайте, чтобы все своими глазами увидеть, я не даю комментарий. Когда военнослужащие российской армии в первые месяцы войны аналогичным образом мародерствовали в украинских городах и селах, отправляя потом награбленную бытовую технику себе домой, российские власти называли это фейком и никак не комментировали. Жалобы жителей Курской области местные власти тоже не комментируют. Тем более, что в регионе в эти дни идет досрочное голосование на выборах губернатора, по итогам которых Алексей Смирнов должен избавиться от приставки временно исполняющей обязанности. Неделю назад Смирнов говорил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева, что в Курской области якобы мародеров нет. Государственное агентство РИА Новости, в свою очередь, утверждало со ссылкой на местных жителей, что в населенных пунктах Курской области, которые ВСУ не взяли под свой контроль, и мародерством занимаются, не поверите, украинские военные, переодевшись в форму российских солдат. То есть, еще раз, они переодеваются в форму российских солдат, доезжают до населенных пунктов, где также есть российские военные, и вместо того, чтобы, не знаю, пытаться захватить населенный пункт или что-нибудь такое, они начинают грабить под видом российских солдат. И не важно, что на видеозаписи, которые размещены, уже есть люди, которые идентифицированы российскими солдатами, что даже Z-паблики это подтверждали. Это все не важно. Вот, посмотрите на эти видео, явно же на них украинские солдаты. Ну то есть, попытаться завести чужую машину, разбить стекло, зайти в какой-то магаз и там начать буянить, а также просто украсть у кого-то скутер. Почему нет? Российская армия гуляет, гуляют герои СВО. Субтитры создавал DimaTorzok